я продолжаю записывать серию уроков про расширение от известной конторы регурал лапс расширение для джума прошлых видео я показал как расширить функционал модулей как вставить готовые фрагменты контента для ускорения рабочего процесса в этом же видео мы с вами рассмотрим плагин tooltips всплывающей подсказки для джума меня зад федор васильев и подробности в этом видео итак tooltips мы видим что можно скачать бесплатную версию есть про версия за 19 евро с максимальным функционалом конечно же вы должны посмотреть бесплатную версию так как возможно бесплатной версии вам будет достаточно просто пользуюсь этим плагин поймете и здесь можно просто зайти в tooltips да и посмотреть разницу между платной и бесплатной версии хочу сказать что данный плагин я использую на своем сайте fedor васильев точку ком вы могли замечать это например в статьях в некоторых местах я использую данный плагин например вот здесь вот видите wordpress я кликаю сюда и всплывает подсказка зависимости от того как сайт у вас находится в прокрутке подсказка может всплывать такого вида очень похоже как википедии и вы видите что сюда мы можем вставлять заголовок картинки текст ссылки вот у меня здесь есть даже ссылка вы видите что спас подсказки у меня работает при клике мыши но это можно сделать чтобы это работало и при наведении мыши на ссылку также у меня есть такие подсказки вот такого вида поясняющие давайте рассмотрим установим данный плагин на тестовый сайт как вы уже знаете установить плагин можно двумя разными способами скачав плагин отсюда кликнув по этой зеленой кнопки сначала архив вы скачете на компьютер потом устанавливаете его на свой сайт jumla или можно его установить из jet вкладки если вы такую используете найти его можно по заголовку tooltips название данного плагина давайте его прямо отсюда установим вот он здесь показывается сразу плагин нажимаем на него нажимаем на кнопку install установить и еще раз нажимаем на кнопку установить ходит установка плагина на сайт jumla установка успешно произведена давайте перейдем в плагины посмотрим что установилась автоматически установились и активировались два плагина это видно по заголовкам tooltips tooltips плагин button не имеет настроек но плагин system если мы перейдем мы как-то можем настроить мы это видим есть настройки цвета и другие параметры но прежде чем что-то настраивать давайте мы посмотрим после установки что происходит как правило подсказки вы можете вставлять в статьях или например в html код модули да если вы там вводите какой-то контент давайте я зайду в какую-нибудь статью сразу мы видим у нас в редакторе появляется вот такая кнопка всплывающей подсказки если мы сюда нажимаем задать подсказку давайте попробуем это сделать то есть это может быть где-то в тексте статьи да то есть у вас текст идет и после текста хотите вставить подсказку давайте попробуем это сделать видим разделено это на два в по сути фрагмента всплывающая подсказка заголовок текст и текст ссылки можно за из заголовок здесь вы пишете текст показано что можно использовать html если кликнем по кнопке изображения появляется возможность загрузить изображение давайте какое-нибудь изображение вставлю также можно прописать alt изображение дать для всей оптимизации изображений желательно поле то заполнять давайте теперь текст ссылки текст например скачать html поддерживается значит надо будет вставлять из гиперссылку и также можно вставить изображение кнопка параметра нас перебросит в настройки плагина мы сюда уже заглянули вам показал что мы это можно настроить там цвета давайте попробуем вставить видим как это выглядит в режиме редактирования статьи да кстати ссылку скачать если у вас здесь то можно ссылку сделать скачать гиперссылка прямо отсюда давай сначала сохранимся посмотрим вообще как она выглядит обновим сайт видим скачать то есть само слово скачать у нас является именно текстом который работает при наведении то есть мы сейчас сделали чтобы у нас всплывала картинка видите вот я поновожу мышь и подсказки уже работают давайте удалим эту конструкцию и попробуем без картинки например это просто текст дэмо здесь я напишу скачать вставить сохранимся обновимся то есть у нас с вами это будет при наведении видите текст тест я написал это заголовок всплывающей подсказки слова дэмо является самим текстом всплывающей подсказки вы можете редактировать подсказку и вообще вот эту конструкцию прямо отсюда да то есть вот это дэмо это получается вы понимаете уже это контент самой подсказки просто аккуратненько например удаляем и вместо кавычек вставляем любое предложение любого размера да потом можно взять вот так вот enter нажать и здесь написать например ссылку повесить скачать и прямо отсюда ее сделал ссылкой вызываем наш ссылку вставляем здесь какую-то ссылку и окей то есть вот так это выглядит сохранить а как это выглядит уже на фронтальной части сайта вот так это выглядит видите реально такая симпатичная подсказочка с текстом единственно что здесь момент по поводу ссылки скорее всего это в бесплатной версии работать не будет если я мышь убираю от этого слова скачать ведь у нас есть слово скачать ссылка прямо самой подсказки то я не могу на нее нажать потому что у нас окно закрывается как только я увожу мышь моем же случае на моем сайте у меня ссылка то есть у меня есть возможность видите мышкой гулять по подсказке потому что я использую про версию данного плагина поэтому в бесплатной версии вы можете довольствоваться только всплывающей подсказкой то есть так чтобы она зависала не работал при клике возможно такого сделать нельзя и теперь давайте быстренько пробежимся по внешнему виду то есть разделено здесь видите на фрагменты то есть ссылку цвет ссылки там задать подчеркнут подчеркнута ссылка или нет давайте вот так вот посмотрим вот сейчас как она у нас выглядит обновляемся видите все ссылки то есть именно подсказки они ведь красные и такие внизу пункт пунктирный такая рамочка идет соответственно здесь настройте как хотите цвет подчеркивания даже можно поменять на ваше усмотрение дальше title core цвет текста вот background color title например сделать вот такой вот цвет давайте посмотрим то есть видите тут заголовок этой подложки всплывающий он стал желтого цвета то здесь я не думаю смысл останавливаться на каждом моменте здесь просто читаете название есть всплывающие подсказки на русском языке и задаете дизайн по сути этой всплывающей подложки также здесь самые интересные опции которые я использую на своем сайте они видите да не доступны в бесплатной версии надо докупать платную версию но остальные тут опции в принципе вы можете не трогать вот такой получился урок надеюсь для вас была информация полезна вообще бесплатная версия если вам ссылки вставлять не надо и вас устраивает то что они работают при наведении мыши они при клике да и вам нужно сопровождать какие-то поясняющие моменты вот так вот в сайте да то есть это смотрится очень симпатично очень качественно используйте это на своих сайтах а в следующем видео я покажу интересный плагин у данных разработчиков авторизация быстрый вход на сайт по айпи адресу